темы, темы любви. Итак, как всегда, войдём в нашу энергию, энергию нашей встречи. У нас сегодня здесь присутствует гость. По понятным причинам он не хочет, скажем так, показывать, как он выглядит. Это абсолютно нормально. Но он здесь присутствует. Приехал мой старый друг, путешественник. И он будет, наверное, я надеюсь, участвовать в нашей дискуссии и, конечно, медитировать вместе с нами. Итак, я сейчас проверю, идёт ли запись, всё ли нормально. Выключите, пожалуйста, свои электронные приборы, что, в общем-то, мне тоже нужно сделать, чтобы они нам не мешали. Итак, войдём в энергию нашей встречи. Сядьте, пожалуйста, ровно, закройте глаза и посидите некоторое время, привыкая к тишине и спокойствию. Вдохните глубоко в себя и, выдохнув, почувствуйте голубую волну, которая проходит сквозь всё ваше тело, сквозь ваше физическое тело. Вы стоите на берегу, на берегу бескрайнейшего океана. Глубоко вдохните себя. Кто не закрыл, закройте глаза. И, выдохнув, представьте бескрайнейший океан голубо-белого света. Вы стоите на берегу этого океана. Снимите одежду повседневности сегодняшнего дня. Вы просто берёте и снимаете энергии, как костюмы или платья, себя, и кладёте их прямо здесь же, на берегу. Итак, снимите платья суеты и беготни и положите здесь, на берегу. Снимите платья суеты и положите здесь, на берегу. Снимите платья суеты и беготния суеты и беготния суеты и беготния суеты и беготния суеты. На берегу. Снимите платье неудовлетворённость и положите здесь, на берегу. Снимите платье. Боль. Боль в коленях, спине. И положите на берегу. Снимите платье. Раздражение. И положите здесь, на берегу. Теперь налегке войдите в эту прозрачнейшую воду, в эту голубую энергию и, растворившись в ней полностью, придите сюда на сегодняшнее занятие. Глубоко вдохните в себя. И, выдохнув, откройте глаза. Ну как? Стало легко и свободно? Сейчас спросим нашего гостя, какие ощущения? Были ли вообще ощущения? Только кроме чего немножко говорить, потому что на камеру и так... Мне показалось, что меня попросили снять слишком большое количество слоёв одежды, но, тем не менее, ощущение входа в воду было очень приятное. Ощущение входа в воду было очень приятное, несмотря на то, что меня попросили снять слишком большое количество слоев одежды. Некоторых из этих одежд я ношу, некоторых у меня не было на мне. Но я допускаю, что люди, которые сидели сейчас перед экраном и перед микрофоном, у них у всех разные слои одежды. У кого-то есть слой одежды разочарования, у кого-то есть слой одежды недотворенности с собой. И наш гид, наш руководитель этого занятия очень правильно предложил всем снять все возможные их одежды. Океан у меня был немножко другого цвета. Океан у меня был цвета скорее бирюзового. Он не был бело-голубым, потому что бело-голубой океан у меня ассоциируется со штормовым океаном, когда есть барашки-волы. А я себе больше представлял океан, который достаточно глубокий, но поскольку он очень чистый, то он был бирюзовый. Это была моя версия вхождения воды. Но я не сомневаюсь, что у каждого из тех, кто сейчас слушает эту передачу, ощущения были немножко свои. У кого-то океан был более соленый, а по-моему, он был менее соленый. Но, тем не менее, я абсолютно верен в том, что каждый из вас удачно в этот океан погрузился. Хотя, еще раз повторяю, у каждого из вас океан был свой. Вот такие были мои ощущения. Интересно. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Если кто-то хочет поделиться своими ощущениями, у него есть возможность описать это в нашем чате. Итак, кто уже у меня давно ходит сюда на страницу, он привык к входу в энергию. Кто первый раз это делал, вот сейчас на моем друге, можно было видеть нам всем это дано. Это очень легко. И инструмент нашего воображения — это именно тот инструмент, по которому мы связываемся со Вселенной, с каналом Вселенной, с какими-то высшими структурами, с какими-то, может быть, нам непонятными энергетическими образованиями. Бытует мнение, что медитация — это что-то особенное, что-то только для какого-то определенного слоя людей. Я хочу вам сказать, нет. Медитация — это просто инструмент выхода из своего физического состояния, ваше энергетическое состояние. Если учитывать, что мы проходим большую цепь перевоплощений в нашей жизни на Земле, то каждая душа даёт сигналы своему физическому телу, как делать это правильно. Поэтому медитацию можно делать легко и свободно. И это не что-то эксклюзивное, только для определенных людей. Итак, сегодняшняя тема, сегодняшняя тема, конечно, посвящена нашему дню, дню Святого Валентина, дню влюблённых. И тема любви вообще очень интересная тема. Я пыталась понять, я делала запросы к энергии, которая меня сопровождает, показать мне, что такое любовь. Именно с точки зрения энергии. С точки зрения физики мы знаем, да, мы можем с любовью использовать многие синонимы. Вы сейчас, наверное, вспомните, какие синонимы, как беззаветное, бескорыстное, страстное. Какие ещё приходят вам слова, когда вы думаете о любви? Поскольку у нас уже тут гость, поэтому я, конечно, буду спрашивать его. А слова приходят такие, как прилагательные. Все объявлющие и все прощающие. Замечательно. Замечательно. Это уже говорит о том, что человек много через свою жизнь проносит и идёт по жизни осознанно. И не делает какие-то спонтанные шаги, а слушая свою интуицию, я бы сказала, да, интуицию, идёт по жизни, в общем-то, легко? Идёшь легко? Я иду легко, но часто спотыкаюсь. Ну, спотыкаемся мы, потому что мы создаём сами себе, своими мыслями какие-то препятствия. А в чём ты спотыкаешься? В каком смысле в чём я спотыкаюсь? Ну, допустим, ты сказал, я иду по жизни легко, но я спотыкаюсь. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я, наверное, иду по жизни легко и более быстрыми шагами, чем многие другие люди. Это означает, что я меньше смотрю себе под ноги и естественным образом, так сказать, наступаю на многочисленные грабли. Можно передвигаться медленно, осмотрительно, внимательно смотря себе под ноги. Я доверяю своей интуиции, и она в большинстве случаев срабатывает, но бывают неоднократные также случаи, когда не срабатывает, и это означает попадание на грабли, то, что я назвал спотыканием. И делается это осознанно. Ну, осознанно или нет? Да, мы часто наступаем на наши грабли. Что такое грабли? Крабли в моём понимании или, скажем так, в моём осознании это определённые повторяющиеся программы, которые заложены в нас. Заложены, может быть, не нами, заложены, может быть, теми, событиями, через которые нам нужно было проходить, и которые повторяются из перевоплощения в новое перевоплощение, потому что мы не всегда правильно реагируем на эти программы. Кто уже меня слушал в предыдущей передаче или в предыдущем нашей субботней встрече, мы говорили как раз об двух энергиях. Негативная энергия и позитивная энергия. И вот именно реакция нейтральная, так сказать, реакция наблюдателя способствует тому, что мы выходим из наших программ и мы уничтожаем наши грабли. Но мы немножко отвлеклись. Всё-таки тема у нас сегодня — любви. Итак, я уже сказала, что было очень интересно, когда я посмотрела в медитации «Любовь». Я бы поделила любовь, если это вообще возможно, на два направления, что ли, или на две части. Первое направление — это понятие «любовь земное». Это то, что мы знаем. И эта земная любовь обуславливает какие-то условия. То есть эта любовь сама по себе уже говорит о том, о каких-то условиях. Я люблю потому что, или я хочу любить потому что. А вот если этот человек что-то не делает, то я уже его не люблю. И любая любовь носит тоже в себе две энергии — позитивную и негативную, разрушительную и созидательную. Согласен? Или что ты хочешь добавить к этому? Я думаю, что не любая любовь носит в себе две энергии — позитивную и негативную. То есть такая ситуация возможна. Ну, из нашей повседневной жизни мы все прекрасно можем представить ситуацию, когда два человека любят друг друга, один решает разорвать этот союз, и второй из его, потому что он его очень любит, из его ближайшего друга сподвижник превращается во врага. Но я не считаю, что каждая любовь обязательно имеет две эти составляющие. Это во многом также зависит от человека. Я думаю, что опять же очень важно то, чтобы люди осознавали, понимали это неправильное слово, чтобы они чувствовали, что у любви все-таки должно быть вот это позитивное начало, чтобы они чувствовали в тот момент, когда к ним поступает вот эта волна, этого негативная составляющая любви, чтобы они каким-то образом эмоционально себе выставляли барьеры или фильтры, которые вот эту негативную любовь отфильтровывали. Понятно, что это не каждый может сделать, и опять же, я пытаюсь не использовать слово сознание, это должен быть какой-то эмоциональный фильтр, который каким-то образом должен быть простроен в каждом человеке. Как это другой вопрос? Знаете, вот мое ощущение. Ну, замечательно, что можно добавить. Можно добавить, что как раз метод медитации представляет собой такой фильтр. То есть, когда у вас возникают какие-то негативные ощущения по отношению к другому человеку, у вас встает энергия раздражительности, вы легко её можете убрать тем, что вы именно в тот момент, именно в тот момент, послушай, именно в тот момент, когда она встаёт, вы просто на минутку закрываете глаза, представляете эту энергию и представляете огромную печь, и вы швыриваете эту энергию в эту печь. Видите, как это сгорает? Это буквально секундное дело. Если вы делаете медитации, занимаетесь, в общем-то, этим постоянно, конечно, это будет тогда вам наиболее легко сделать. Если нет, конечно, у нас встают такие энергии, не энергии, а, скажем так, то, что в нас живёт, я бы сказала, определённая система логики. Мы представляем собой одновременно физическую и духовную часть. и управляет нашей физической частью именно логикой. И она именно иногда мешает при медитациях что-то увидеть или, скажем так, вообще пойти в медитацию, вообще поверить тому, что это существует. Но, тем не менее, мой друг совершенно, я думаю, он не медитирует каждый день. Медитируешь ты каждый день? Нет, нет, нет. Я вообще очень редко медитирую. А вообще ты медитировал в своей жизни? Да. Я это делал пару раз под хорошим руководством. Я не думаю, что у меня есть хорошие способности к медитации. Но я думаю, что есть другие методы, не методы, а другие, скажем так, формы духовных упражнений. Упражнений не очень хорошее слово, я пытаюсь сейчас найти что-то правильное, но, скорее всего, духовных упражнений или практик, которые для меня заменяют вот то, что обычно называется медитацией. у каждого свой личный опыт. Да, можно, это очень хорошее слово. Когда я начинала только передачи, то есть моя цель научить людей медитировать или научить людей делать эти упражнения, чтобы они облегчали просто свою жизнь, чтобы они убирали те негативные проявления в своей жизни, которые поднимаются в нас. С другой точки зрения негативные проявления нас двигают дальше по жизни. Это была тема нашей предыдущей передачи. Именно из негативной ситуации вы хотите быстрее выбраться, и поэтому вы начинаете двигаться, вы получаете какие-то идеи, и вы создаете какие-то направления. Хорошо. Давайте все вместе войдём в медитацию и просто очень коротко я сейчас объясню, как посмотрим, что же такое любовь именно в энергетическом пространстве, именно в этом энергетическом поле. Каждый увидит свою картинку. Постарайтесь запомнить эту картинку и постарайтесь не включать нашу логику, нашу голову, наши какие-то разумные объяснения. Важно, чтобы вы просто увидели кадр из фильма, запомнили его, пришли снова в физическое тело и тогда уже осознанно может объяснили себе, что вы видели. Итак, сядьте, пожалуйста, ровно, дышите спокойно, закройте глаза, глубоко вдохните себя и выдохнув, и увидите голубую комнату. Пойдите в эту голубую комнату и увидите на стене огромный экран. Сейчас он разворачивается перед вами. Задайте, пожалуйста, вопрос, всего единственный вопрос этому экрану. «Покажи мне, что такое любовь в моей жизни, в моем мире, в моем энергетическом пространстве». Уведьте картину именно первая картина, первый отчетливый сюжет будет именно этим ответом высшего мира вам. Смотрите своим лбом, смотрите не глазами, смотрите тем местом, которое находится между ваших бровей. Сконцентрируясь, попытайтесь рассмотреть, что это. И даже если вы не поняли, возьмите как бы этот экран, свою голову и глубоко вдохнув себя, выдохнув, откройте глаза, принося этот экран вашу физическую жизнь. Можно тебя спросить, хочешь ты поделиться тем, что ты увидел, или ты пока в обдумывании? Да нет, обдумывать нечего, картинка или есть, или ее нету. Замечательно. В данной ситуации картинка у меня была очень быстрая, и я думаю, что она, кстати, это была эмоциональная картина, но я думаю, что она и рационализированию тоже поддается. Я увидел себя, это фотографическая память, ситуация, когда мне три или четыре года, может быть, два, но скорее всего три или четыре, потому что я уже хожу и перемещаюсь достаточно стабильно. Это была моя дача, и я увидел себя окруженным в своем мама, папа, бабушка, дедушка. Это тогда то состояние, когда ты находишься в поле абсолютной любви, потому что я помню хорошо эту ситуацию, не конкретную ситуацию, но вот эти ситуации ситуативные, когда мы чувствуем, что мы просто окружены очень позитивным отношением к тебе, окружены людьми, которые тебя любят безусловно, неважно что. Я абсолютно уверен, что та картинка, которая у меня возникла, она, наверное, была в моей реальной жизни, оставившую очень сильное впечатление, ощущение этого безусловного поля любви, причем сильного, потому что ты окружен самыми близкими тебе людьми, даже не одним и не двум, а там тремя, четырьмя, вот, поэтому в моей ситуации задача оказалась достаточно простая. Я бы сказала, немного была включена логика и ты пошел дальше. То есть за это время, которое я дала, наш гость успел прокрутить фильм, войти, так сказать, в прошлое, прокрутить фильм и именно попасть туда, куда его привели. ты, но вот это совместная энергетическая атмосфера безусловности, да, правильно, безусловности и всеобъемлющее принятие тебя, вот это как бы чувство, я правильно передаю, вот это именно, наверное, основной момент этой картинки. Ну, кстати, картинка могла меня увести в прошлое, могла увести в будущее, могла вообще увести в какую-то третью космическую систему, я увидел какие-нибудь звезды. Но, если уж мы сейчас начали рационализировать, я думаю, что в моей картинке, которая могла быть абсолютно другая у любого другого человека. И спроси меня через десять минут, опять же, картинка могла быть другая. Да, мы сейчас это сделаем. Но, и важно то, что данная картинка была ощущением любви, которая не строится по принципу взаимности, ты мне, я тебе, а это была любовь в чистейшей форме, когда вот просто потому что. Да, вот маленький ребенок, да, он же как бы этого не рационализирует, но он чувствует. И было бы, наверное, глупо в этот момент спросить старшее поколение, да, а почему бы его, вопрос совершенно как бы выходит за рамки чего бы это ни было. Это было уже бы условие. Совершенно верно. Вот, поэтому я думаю, что... А какая картинка была у вас? Так, сейчас у нас... Подождите минутку. Какая картинка была у вас? Пожалуйста, напишите об этом в чате. Я расскажу о своей картинке и не с тем. Идем дальше. Итак, тема любви. Я увидела следующую картинку. Я увидела какой-то человеческий образ, скажем так, который расплывается в различных цветах. Но, тем не менее, я отчетливо увидела замки. Некие... Много-много как бы на человеке маленьких замочков. И тут же рядом я увидела небольшие ключики. И сразу пришло осознание, что люди, когда любят, один является неким замком, а другой подбирает жизни к нему ключ. ключ. Очень часто получ... Это моя картинка. Это я вам передаю то, что я увидела. И еще я увидела, что есть небольшая такая тема, тема несвободы. Поэтому я сейчас объясню, как я это интерпретирую, тема несвободы именно от каких-то условий на физике. Тема несвободы в духовном плане. Любой человек на физике, хоть она говорит, что он не связан никакими условиями, когда он любит, и он так действительно думает и верит, тем не менее земная любовь предполагает изначально условия. Условия которые принимают различную форму. И когда не выполняются эти условия, создаются конфликты. Вот почему очень часто, когда два человека друг друга любят или нравятся друг другу. Создаются определенные взаимоотношения и либо один человек подавляет себя и что-то недоговаривает в, скажем так, чтобы не обидеть другого человека, либо человек очень упорно ведет свою линию и подминает все под себя. Конечно, есть же замечательные пары, у которых есть именно этот баланс, я бы сказала, или у которых точно ключ подошел к этому замку. Дело в том, что мы представляем собой миры, острова, но я бы сказала, лучшие миры. Миры со своей системой, со своими взглядами, со своим осознанием. и очень трудно, вообще у нас довольно-таки трудная физическая, скажем так, на физике физическая задача именно иметь взаимоотношения с другим человеком и сохранять какой-то баланс в этих взаимоотношениях. Но мы не можем быть, конечно, если вы думаете по-другому, вы можете мне возразить, но вы не можете быть абсолютно свободными. Свободными от условий, свободными и именно делать то, что хочет делать ваша душа, то, к чему вы предназначены или то, что вы осознали. У вас есть какие-то моменты, у вас есть какие-то заботы, у вас есть какие-то обязательства, поэтому любовь это еще не только понимание другой стороны, это и ношение цепей обязательства. Я не хочу сказать, что сейчас каждый, кто станет осознанным, должен бросать свои семьи и расставаться со своими любимыми. Нет. Он должен найти совершенно другой подход к своему любимому человеку. Даже если происходит негативная ситуация, например, муж и жена, и муж достаточно негативно подавляет жену, он гроб, он может быть именно имеет какие-то такие негативные проявления, может быть, он ходит куда-то на сторону, может быть, он делает еще просто какие-то моменты, вам сейчас приходят эти мысли. Это абсолютно не важно, как проявляется негативная энергетика в вашем доме или в других домах. Важно, что он этим посылает вам сигнал. Он вам не враг. Он посылает вам сигнал, либо выйти из с этой ситуации и, так сказать, покончить с какими-то не сложившимися отношениями, либо найти новый вариант этих отношений, обратившись наверх и получивши и получив какую-то нужную именно для вас информацию. Как мы будем это делать? У нас будут две медитации. Я еще хочу вам привести пример. Мы как планеты. Представьте себе Венеру и Сатурн. Это совершенно различные планеты, различные системы, у них различные скорости обращения, они вращаются по-разному, у них различный состав. Представьте, что пришла Венера, вторглась в пределы Сатурна и начала там создавать какой-то свой мир, свои условия. Чем это может окончиться? Чем это может окончиться? Конечно, взрывом. И так же это происходит и на физике. Для примера я даже выписала. Допустим, обращение, период обращения Сатурна составляет 10 тысяч, более 10 тысяч дней. Период обращения Венеры составляет всего 224 дня. скорость орбиты скорость орбитальной скорость Венеры 35 километров просекунду, а орбитальная скорость Сатурна всего почти 10 километров в секунду. 9,69 И это очень хороший пример для того, чтобы понять, если у вас есть какие-то конфликты дома, попробуйте или на работе, да не важно где, это применительно не только к любовным отношениям, это применительно к отношениям шефа, подчиненной, помните, что мы разные миры и попытайтесь осознать, понять этот другой мир. Но как мы можем понять этот другой мир, не осознав и поняв себя? Мы очень часто не знаем, что мы на самом деле представляем в нашей физической жизни и тем более в нашей энергетической жизни. Ты что-то хочешь добавить? Какой-то я я что не я думаю, неправильно начал. Я хочу... Немножко громче. Немножко громче, пожалуйста. Я хотел просто маленький комментарий, если можно. Наша ведущая привела пример с двумя планетами, когда одна из них будет нарушать свою орбиту и входить в орбиту другую планету, самым внося разногласий в скорость вращения и так далее. Я думаю, что все это можно сказать гораздо более простыми словами, что наши свободы хороши до тех пор, пока они не имеют результатом состояние несвободы другого человека. Это был как раз пример с этой самой планетой. До тех пор, пока набор наших свобод не начинает превращаться в несвободу другого человека или мешать собой другого человека, мы живем гармонично. Или по крайней мере гармонично. Возникает вопрос. нам всем хочется всех свобод. И нашим близким хочется всех свобод. Но так нельзя, потому что мы живем в мире, когда мы с друг другом взаимодействуем, и мы особенно взаимодействуем с тех людьми, которых мы любим. Правильно? Мы находимся во взаимных орбитах. И возникает вопрос, а как вообще с этим разобраться. Если все будут иметь полный набор свобод, но так просто не получится, потому что мы начнем друг в другом неизбежно конфликтовать, болеть, быть недовольными, разочаровываться друг в друге. Я думаю, что, опять же, ведущий может со мной не согласиться, но я думаю, что просто в нашей практической жизни каждый из нас может задуматься, а какие из этих свобод действительно для меня супер важны. для кого-то и набор этих свобод, которые супер важны, они будут разными для разных людей. Для кого-то будет супер важен, потому что независимо от моих взаимоотношений с моим близким человеком, для меня также очень важна свобода быть профессионалом в какой-то сфере. Для кого-то важна свобода, независимо от того, что я с этим человеком связан, для меня свобода, допустим, путешествия очень важна. Для кого-то свобода иметь два часа вечером личного времени перед отходом ко сну. Как только мы понимаем, какие из наших свобод нам супер необходимы, а остальное мы можем отдать и сказать, да, а здесь я подчиняюсь полю другого человека. Вот, вот тогда есть шанс на то, что эти люди, простроившие свою иерархию свобод, договорятся, не обязательно договорятся языком. Иногда это может договориться языком, иногда через опыт долгого проживания вместе, иногда просто через опыт хорошего понимания, что я сентуичил, я понимаю, что ей важно это, 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 она сентуичил, ага, а ему нужно вот это, это и это. Вот, когда мы найдем эти свободы, которые нам абсолютно необходимы, и откажемся от тех, которые вторичны, вот тогда появляется шанс на то, что свободы, которые действительно важны мне, развертся. Но это мое видение. Наш уважаемый ведущий может с этим поспорить, а в общем-то спорить не надо, потому что у каждого человека есть свое мнение, и скорее всего мы к общему мнению в любом случае не придем. Как две планеты. Совершенно верно. Но тем не менее, очень хорошо сказал, просто замечательно, и основная мысль сказана очень хорошо, и основная мысль что, какой мы делаем вывод. Сначала нужно узнать самих себя, стать осознанным, стать тем, кем вы уже все время хотели стать. спросить свое высшее Я и дать Ему руководить вами. Тогда в вашей жизни будут шаги осознанные. У вас будет мало конфликтов. Я бы не хотела здесь давать гарантию, что у вас не будет конфликтов. физическое наше тело, скажем так, и программы, которые в нас заставляют иногда эмоционально реагировать на те или иные события. Что такое эмоции, мы тоже проходили. Вы можете это посмотреть на моих курсах. Эту тему вы можете также заказать в нашем магазине абонемент, годовой абонемент просмотра наших занятий по субботам. Там эта тема была. И если вы слушали наши передачи, вы помните, что тема эмоций закрывает видение. Эмоции закрывают так называемую интуицию. Закрывают канал наверх. Поэтому человек начинает реагировать не так как обычно. Но это мы проходили на скажем так два занятия до этого. Поэтому просто если вам интересно вы можете заказать и посмотреть этот курс. Или просто взять одну медитацию именно по теме эмоций на странице жемчужина осознания. В меню есть раздел который называется жемчужина осознания. вы пройдете туда вы можете просто оплатив только одно видео в системе PayPal заказать это видео. Итак, я обещала вам две замечательные медитации. Если у вас есть вопросы пишите в конце. Я вижу что-то случилось с нашим чатом. да, может быть это своего рода напоминание высшего мира о том, что под плеером я совершенно забыла сказать, под плеером находится очень интересная анкета. Я предлагаю вам ее заполнить и послать. Там есть замечательные интересные вопросы о том о медитации, как вы ее ощущаете и также мое предложение по бесплатной мини-консультации информативного такого вечера небольшого по вашей какой-то тематике, а также по тематике отношений или каких-то проблем, которые у вас есть. Так, это было короткое отступление. Сейчас я посмотрю, что у нас с чатом. Так, все вернулось во место. У нас сегодня довольно-таки большое вечер. И замечательно, что нас поддерживают наш гость и наша публика там. и так ну что ж подводя итог, я хочу сказать, что любовь это довольно-таки если можно говорить, а мы говорим об энергии, это довольно-таки сложная энергия. Сложная и одновременно простая. И как все прочее, так и любовь, чувства, возникающие при этом, мы должны уметь рассматривать со стороны наблюдателя. Я вас все время учу рассматривать любые эмоциональные отношения, любые чувства со стороны наблюдателя. Именно потому, что тогда не будет негативной реакции, не будет, скажем так, зашкаливать И при слишком позитивных моментах жизни, когда человек взлетает в каком-то успехе, и потом уже происходит, как это сказать, стагнация этого успеха. и человек как бы насыщаясь этим, не идет дальше. Любовь есть земная и любовь есть вселенская. Вселенская любовь это тот наш контакт по образу и подобию, который был нам дан. это наше доверие к высшему миру и наше доверие к своей интуиции и к своему высшему Я. Что бы ни случилось в вашей жизни, доверяйте только своей интуиции. Если у вас случаются негативные моменты, выключайте логику, на какое-то время выключайте эмоциональные проявления, выйдите на минутку из своего тела и осознайте ситуацию именно с позиции наблюдателя. А это вы можете легко сделать путем упражнений или путем медитации. Вальмедитация это ничто иное, как некое упражнение с вашим воображением. Или с вашим ну мы называем это третьим глазом, я бы сказала с вашей интуиции, с вашим подсознанием, с вашим энергетическим именно существованием, с вашей энергетической системой, которая не ограничивается вашим физическим телом. Итак, сегодняшняя медитация для всех вас называется она Росток Любви. Закрывайте глаза, глубоко вдохните в себя и выдохнув представьте что где-то в вашем сердце есть росток зеленый росток Любви, своего осознания, осознания людей, которые вокруг вас, осознания множества событий, осознания вашего контакта со вселенной. увидите, как этот росток увеличивается в размерах и превращается в огромнейшее голубо-белое, белое, прозрачное дерево. по этому дереву пробегает в ручейки энергии. Если вы видите какие-то другие цвета, то это именно ваши цвета. доверяйте себе и доверяйте своему видению. Увидьте, как это дерево соединяет космос, Вселенную и землю. Вы являетесь этим своеобразным деревом, которое получает информацию от Вселенной. Она идет через все дерево, по всем веточкам, по стволу мощной волной, наполняя вас энергией своего осознания, любви, принятия себя и принятия других, осознания контакта Вселенной с Высшим миром. Наполнитесь радостью и этим светом, этой волной и этой новой информацией. И распространите подобно дереву, от которого идут и излучаются как струйки энергии света на все ваше окружение, на весь ваш мир. Увидьте так, как вы увидите. распространяйте настолько, насколько вы можете, насколько позволяет вам ваше видение. получи всю эту информацию. глубоко вдохните в себя и привнеся в свою физическую жизнь методом выдоха. Все это огромное дерево, всю эту картинку высшего мира. Придите сюда сейчас в свое физическое тело. мы здесь? Да, конечно. Все получилось? Я не знаю, тут же оценки трудно выставлять, все ли получилось. увидел, была картинка. Да, была. Она была другая, чем что? Тем то, что говорила она. А она складывалась независимо от того, что говорила ты. Я в общем тебя особенно не слушал. Замечательно. Это когда я хочу вам привести пример. Вот мой друг он не знает, что он находится на вот этом канале со своим высшим Я, со своей интуицией. А может быть он и знает, может быть он и очень хорошо применяет, особо не распространяясь об этом, просто полагаясь на свою интуицию. И он даже практически не слушал меня. У него ушла с этой энергией, которая сейчас именно идет, именно его картина. Ты хочешь поделиться с нами своей картиной? Только немножко громче паре. Да. Я хочу поделиться двумя фрагментами из этой картины. Потому что всю картину, во-первых, наверное, я сейчас не смогу систематически пересказать. Во-вторых, это займет достаточно долгое время. И оно вряд ли так уж интересно всем нашим служателям. Два фрагмента были интересные. Два кусочка были интересные. Наверное, вы все помните, что в самом начале медитации наша ведущая, это то, что я смутно помню, хотя я ее не слушал, но сначала еще запомнил, что там было предложено представить Росток. В самом начале медитации. У меня Росток себя вел странно по картинке. То вначале он был стандартный, как бы, то, что мы говорим, Росток представляет зеленый, два-три листика, что-то в этом роде. По каким-то причинам у меня эти листики то росли, то уменьшались. такая пульсирующая картинка, причем один правый листик большой, левый маленький, а потом наоборот. Логично, когда картинка мультилим, он появился, Росток растет. А он как бы не хотел расти. Это был первый интересный фрагмент. А второй интересный фрагмент был то, что завершающей картинкой была очень яркая картинка пальмы. но пальмы с жутко высоким стволом и безусловно зеленой верхушкой, на которой находится очень очень где-то далеко. Ее можно рассмотреть, но в основном это такой красивый коричневый ствол, просто яркая визуальная картинка. Верхушка есть, она где-то колосится, но ствол очень высокий. Но я хотел бы сейчас еще об одной вещи сказать. Это уже было после медитации, когда наша ведущая говорила об интуиции, о доверии интуиции. По моему жизненному опыту наша интуиция или наша способность пользоваться интуицией это очень важная способность. И она складывается из нескольких фрагментов. Я наверное сейчас не все из них вспомнил. Но я считаю, что три фрагмента безусловно важны. в том, как пользоваться интуицией. Во-первых, интуиция складывается конечно из нашего жизненного опыта. То есть мы набираем когда человек хорошо синтуичил, он это строит на самом деле подсознательно на том, что он уже успел в этой жизни как бы переработать и что-то узнать. но второй еще складывается второй фрагмент пользоваться интуицией складывается конечно же в том, что человек открыт к новому опыту. То есть иногда наша интуиция идет в разрез с общепринятыми представлениями, но если наш опыт прошедшей жизни, прошедшей жизни, не прошлой жизни, а прошедшей нашей жизни подсказывает тебе эмоционально, что в данной ситуации нужно пойти в разрез с какими-то социальными обстоятельствами, ты должен безусловно это делать. Ну и последнее, третье, это конечно то, что интуиция хороша тогда, когда ты достаточно внимательно также относишься к тем сигналам, которые тебе посылает окружающая среда. Итак, еще раз повторяю, интуиция это не просто что-то одно с моей точки зрения, а это как минимум накопленный опыт прошлой жизни, готовность воспользоваться этим опытом, даже если это идет против общепринятых норм, и открытость, внимательность к тому, какая ситуация тебя окружает. Наверное, это был не совсем вопрос заданного мира, поскольку мы заговорили об интуиции, то мне хотелось немножко поделиться своим видением того, что такое интуиция и как ее можно пользоваться. «Замечательно». Очень хорошо, что тебе захотелось сказать больше. Я думаю, что это именно этот поток, да, в котором мы сейчас находимся. Это просто замечательно. Итак, еще я бы хотела коротко затронуть такую тему, как одиночество, так как есть люди, которые не нашли своих пар. Может быть, они не нашли, потому что они еще ищут. Может быть, они не нашли, потому что им не суждено с этими парами встретиться в этой физической жизни. Есть такая притча или, скажем так, такое знание, что есть родственные души, и эти родственные души договариваются вместе встретиться здесь, на земле. И они точно знают, в какие ситуации они попадут, и точно знают, что они будут вместе. Но вот какой интересный момент. При переходе сюда свое физическое воплощение стирается память на какое-то время на какое-то время по прошедшему. И души, даже встречаясь, не всегда узнают друг друга. когда узнают это просто замечательный момент. Или одна душа запаздывает прийти, и поэтому другая душа остается без партнера, скажем так. одиночество это не всегда что-то негативное. Одиночество на человек может быть сам настолько самодостаточен, настолько осознан, что в общем ему не нужны какие-то привязки. Хочешь что-нибудь добавить? Нет, не хочу. Окей. Итак, но тем не менее люди стремятся найти свои пары. И я хочу помочь сегодняшней медитации именно этим людям, которые хотят найти свои пары. И поэтому пришла замечательная медитация магнит. И мы сейчас ее сделаем. Сегодня у нас большой вечер, большой по времени и большой по медитации. Но ведь сегодня день влюбленных. Итак, закрывайте глаза, глубоко вдохните в себя. Представьте, выдохните, представьте, что вы магнит. Вы светлый, прозрачный магнит, привлекающий, притягивающий все самое лучшее, все самое ценное, притягивающий того человека, ту душу, которая договорилась с вами встретиться. Может быть, вы увидите сейчас какой-то образ. Рассмотрите его. Может быть, вы увидите какие-то образования, предметы, которые как к магниту притягиваются к вам. представьте, что притягиваются самые светлые, самые радостные и солнечные моменты, самые замечательные встречи и самая позитивная энергия другого человека другой души. увидите этот магнит своеобразным раскрывающимся цветком, который впускает в свою жизнь все самое дорогое. внутри внутри этого цветка есть этот магнит. Вы являетесь этим цветком. Увидьте, как волны, радужные волны разного цвета начали распространяться от вас по всему окружению. Запомните это состояние и глубоко вдохнув в себя, выдохнув, вернитесь в свое физическое тело. Вот такая медитация без особых комментариев. Каждый увидел то, что увидел. Напишите мне, я буду рада читать ваши комментарии. еще я хочу сказать, что в нашем магазине по случаю 14 февраля есть бонус, который вы можете легко применить и получить скидку 50%. Выбирайте на курс онлайн открыть дверь к себе или замечательная косметика мертвого моря Сальт Пенси нашего партнера из Израиля. Но я не буду делать дальнейшую рекламу. Вы знаете, как кончаются все наши занятия. Мы выходим из энергии этого вечера. И хочу вам пожелать любви. Хочу вам пожелать, чтобы вас любили и вы любили. И как вы уже поняли, без условий. без каких-то условий, которые бы ставил ваш человеческий мозг и ваша логика. Итак, глубоко вдохните в себя. представьте океан, энергетический океан, как вы представляете. Возьмите всю ту информацию, которая была сегодня вам дана. Возьмите радость жизни, любить и быть любимыми. Дарите свет, возьмите новую информацию о новых знаниях и свершениях и возможностях. И глубоко вдохнув себя, окажитесь снова в вашем теле, в вашем физическом теле, сегодня и сейчас, в вашей комнате, в вашем сале, на вашем месте, где вы сейчас находитесь, в вашей сегодняшней жизни. Итак, наша передача подошла к концу. Я благодарю нашего гостя, который принимал у нас сильное участие. Так мне сейчас пришло. Я благодарю вас, желаю вам хорошего вечера, прекрасных выходных и позитивной следующей недели. Всего доброго. С вами была Ольга Беме. Земля света. До следующего раза. Пока. Пока. Фу. Так. Как выключить. Какая иск... м